Диагностики 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 И для нас это просто несоответствие кариотипа и фенотипа. То есть это инверсия пола и, опять же, неясный, вернее, нечеткий, неясный, непонятный кариотип, когда есть две линии половых хромосом. Это, конечно, может быть и химера, это может быть и мозаик, это могут быть и какие-то другие варианты. То есть условно они отнесены в эту группу и, естественно, конечно, не нужно забывать и о эпигенетических событиях. Но мало того, что таких групп, вернее, таких форм достаточно много, это все еще может быть перемешано в причудливую мозаику. То есть все вот это вот может встречаться, ну, конечно, не все сразу, но очень многие линии могут встречаться у одного пациента как в одной ткани, и тогда мы будем иметь внутритканевой или межклеточный мозаицизм. Или, что для нас гораздо интереснее, мы можем это увидеть в разных тканях, и тогда это будет истинный, генерализованный межтканевой мозаицизм. Ну, это просто маленькое напоминание, чтобы вы не забыли, что мозаики это все-таки особи, которые происходят из одной зиготы, вот, в которой в дальнейшем происходят ошибки в делении клеток. И поскольку есть так много форм и вариантов, это, конечно, не может не отразиться на фенотипических проявлениях таких заболеваний. И проявление фенотипов может простираться от полного отсутствия либо очень-очень мягких каких-то признаков, которые не всегда сразу замечаются, до избыточного фенотипа, необычного фенотипа, тяжелых состояний, которые, естественно, наводят на мысль о сочетанной патологии, где аномалии половых хромосом как бы занимают вторичное место. Ну, вот, примером такой сочетанной патологии, вернее, вот на этом случае я вам покажу пример такой сочетанной патологии. Его достаточно много, на самом деле, практические врачи встречают в таких случаях, ну, не таких конкретно, но именно сочетанной патологии, когда аномалии гоносом идут рядом с чем-то другим. И это не обязательно будет хромосомная патология еще, это может быть и любая другая. Но в данном случае просто демонстрация того факта, что новорожденный ребенок был направлен к нам с подозрением на диагноз синдрома Ди Джорджи, и этот диагноз полностью подтвердился. Мало того, мы выявили семейный случай носительства, потому что мама этого ребеночка была носителем делеции в хромосоме 22. Вот, но помимо всего прочего, он еще оказался и Клинфильтром. Трудно сказать, какой вклад в данном случае имел синдром Клинфильтра в развитии симптомов синдрома Ди Джорджи, но, тем не менее, имея дело с сочетанной патологией, мы всегда должны быть более насторожены, потому что проявления могут быть непредсказуемы. Надо сказать, что вот в этом случае было все совсем плохо, потому что ребеночек потом умер. Ну, конечно, скорее всего, это было все-таки от симптомов синдрома Ди Джорджи. Поэтому, что касается вот этой шкалы, мы сейчас на примере сочетанной патологии синдрома Ди Джорджи, мы находились вот в этой части, когда у нас есть избыточное проявление фенотипа, необычное проявление симптоматики, тяжелая симптоматика. И я ее обозначила как случайные находки совершенно осознанно, потому что мы не ожидали найти изменения в структуре гоносом и в количестве гоносом тоже. Мы ожидали что-то другого. Естественно, группу прицельного поиска будут составлять те пациенты, у которых наиболее выраженный симптомокомплекс, наиболее характерный фенотип. И здесь будет очень много интересных находок. Но я сегодня просто не успею остановиться на них. Ну, никаким в окон. Здесь, конечно, будет и межтканевые вариации представленности аноуплоидного клона. Здесь будет и очень низкопроцентный мозаицизм по игрок в хромосоме, о котором мы только что говорили. Здесь будут и семейные случаи, когда мама-носительница хромосомной перестройки X-хромосомы имеет очень благополучную репродуктивную историю, имеет двоих девочек с той же самой перестроенной X-хромосомой. Но помимо этого у нее еще есть очень много благополучных беременностей, которые произошли самостоятельно. И это было удивительно. Сегодня я специально приготовила для вас несколько клинических случаев, которые будут нам демонстрировать пациентов из вот этой части. Здесь будут совершенно случайные находки, потому что эти пациенты попали к нам случайно, потому что у них практически отсутствуют какие-то фенотипические проявления, какие-то синдромальные проявления. И в отличие от вот этих пациентов, за которыми мы все равно всегда наблюдали, то есть вопрос находок вот в этой группе – это просто вопрос времени. Мы не ожидали одного, но мы все равно искали. Эти пациенты находятся под пристальным вниманием врачей, и рано или поздно мы бы там все нашли. Эти пациенты, они вообще не находятся практически под вниманием врачей, или приходят туда случайно в связи с резкой манифестацией какой-то симптоматики, не характерной для нарушений в сфере гоносом. Первый случай, который, может быть, на первый взгляд, можно было отнести как раз к другой части шкалы, к избыточной симптоматике, но на самом деле это не так просто потому, что если вы почитаете внимательно анамнез и проявление, то можно заметить, что девочка, вернее, родители девочки, семья, это обратилось за консультацией в возрасте одного года, то есть до года ребенок развивался нормально. Небольшая ранняя задержка, как вы понимаете, это еще не диагноз, это может быть отмечено как вариант неврологам, но ребенок обратился к врачу-неврологу в первую очередь, потому что была внезапная манифестация неврологической симптоматики. Врач-невролог заподозрил семейный какой-то случай, потому что у отца были некие проявления, назовем его так, судорожного синдрома для краткости. И еще в этом случае важно то, что в нашем центре, но мы не просто поликлиника, мы медико-генетический центр, поэтому врачи принимают пациентов вместе, и врач-невролог перенаправил к врачу генетику. Собственно говоря, у нас не было подозрений на хромосомную патологию, просто первой линией диагностики вообще всего мы считаем креотипирование. Поэтому ребенок был направлен на креотипирование, и каково же было наше удивление, когда мы увидели, что здесь синдром 3XX. Конечно, скорее всего, это будет сочетанная патология. Конечно, проявления неврологические, может быть, оформятся в собственный диагноз, может быть, они не оформятся в собственный диагноз. Я хотела этим показать совсем другое. Во-первых, в любом случае мы уже нашли сочетанную патологию раз. Во-вторых, мы посмотрели внимательно на этого пациента, сделали молекулярно-цитогенетический анализ на двух тканях, не только на лимфоцитах, но и на эпителии. В эпителии мы выявили совсем низкий мозаицизм по нормальному клону, по нормальному клону, что, в общем-то, не изменило основной диагноз девочки, но дает нам надежду и лучший прогноз, потому что, конечно, девочки с 3XXX – это самое благоприятное, в общем-то, течение, но мозаицизм может быть разный. Во-первых, он может быть и по нулевому клону, извиняюсь, но что и более неприятно, он может быть и по тетра-X, и по пенто-X клону. То есть варианты могут быть разные, и в данном случае мы просто сняли тяжелые. Вот этот случай уже интересный, потому что здесь, опять же, мы имеем дело с маленьким ребенком. Родители не обращались к врачу генетику. Это благополучная семья, где девочка была вторым ребенком, сейчас там уже родился третий ребенок. Девочка росла и развивалась прекрасно, и сейчас в динамике ее пронаблюдая, мы видели, что небольшую задержку моторного развития уже сняли, потому что после года этого не осталось. Девочку направили к врачу-эндокринологу, направил педиатр. Ну, как вы знаете, там в году дети проходят всех врачей, и педиатр направил к эндокринологу. Опять же, эндокринолог, сидя в нашем центре вместе с генетиком, направил ее к генетику, потому что к эндокринологу они пришли уже с гормонами, гормональный профиль в норме, зацепиться вроде бы не за что, там все прекрасно. И это наша красивая девочка, это наши тустощеки-ушастик. В общем-то, зацепиться там за фенотип тоже не особо есть за что, кроме того, что у нее маленький рост. То есть в первую очередь беспокоило отставание в росте. И опять же, мы начали с кариотипа. В этом случае кариотип тоже был нормальный. Из нормы просмотренных клеток, которая нам дается в рекомендациях, и в этом случае это было не 11 метозов, а 30, там все равно все было нормально. Параллельно доктор посылает ребенка на диагностику синдрома Рассела-Сильвера, потому что надо было исключить и этот вариант. Все приходит нормально. Ответ приходит нормальный. И тогда мы решаем углубленно посмотреть на этого ребеночка, просто для того, чтобы при низком росте опять же исключить мозаицизм по синдрому Широшевского-Тернера, чтобы потом было легче предпринимать какие-то шаги по коррекции этого состояния. И смотрим фишами, смотрим лимфоциты и эпителий. При просмотре, при постановке фишовых зондов, к нашему удивлению, вместо нулевого клона мы находим трясомный. Мы находим трясомный клон в очень маленькой концентрации. То есть в концентрации 2-3% она не дает нам права поставить мозаицизм, и, конечно, об этом речи не шло вообще в принципе. Дальше я стала глазами смотреть ее хромосомы для того, чтобы просто понять, третий сигнал от Х-хромосомы исходит от нормальной Х-хромосомы или, может быть, она еще и перестроенная. То есть маркерные хромосомы, которые присутствуют, они тоже могут давать этот сигнал, если содержат центромерные районы Х. И в этом случае, да, я извиняюсь, вот здесь вот ошибка, это не 6%, это 1,6%. Вот здесь вот. Потому что 2-120, это, конечно, 1,6%. Я извиняюсь, это проскочила опечатка. То есть я нашла третью Х-хромосому, она оказалась нормальной, проценты, естественно, были очень маленькие, и ни о каком мозаицизме речи не шло, пока мы не посмотрели ее эпители. И когда мы посмотрели ее эпители, то получилось, что у нее 20% эпителиальных клеток содержат трисомию по Х-хромосоме. Опять же, что мы в этом случае имеем? Так сказать, наше заключение не ухудшило прогнозы для этого ребенка, но, опять же, в будущем оно может ей помочь. В первую очередь для того, чтобы подбирать гормональную коррекцию, если она и потребуется по причине задержки роста. А во-вторых, опять же, зная о том, что эта девочка, она растет, и у нее предполагается наступление репродуктивного возраста, ну, зная о таких проблемах, может быть, она избежит многих и многих проблем, которые могут ее ожидать. То есть репродуктивная стратегия может быть тоже как-то правильно составлена. И чтобы у вас не сложилось впечатление, что все, кто ко мне приходят, уходят мозаиками, я вам представлю случаи, которые тоже бывают очень часто в нашей практике. И в этой группе пациентов они бывают гораздо чаще, чем находки, но эти случаи требуют тоже очень больших усилий для того, чтобы не подтвердить диагноз, а снять диагноз для того, чтобы человек ушел с нормальным кариотипом, потому что у нас нет четких доказательств того, что это не так. Здесь мы имеем дело со взрослой женщиной, которая не имеет фенотипических особенностей, нормального роста. И единственный признак из того, что можно заметить, но это нельзя назвать никакой патологией, в принципе, она рыжеволосая. И остальную историю ее вы знаете. Она, вернее, вы можете прочитать. Она уже пришла ко мне с диагнозом вот таким вот, с диагнозом низкопроцентного мозаицизма по трясомному клону. Для того, чтобы получше продиагностировать и понять, какой же там действительно процент мозаицизма может быть в других тканях для того, чтобы ей определиться с репродуктивным поведением. Я с удовольствием ее взяла. И при повторном кариотипировании вдруг к моей неожиданности получаю аноуплоидный клон примерно в таком же проценте, но он совсем другой. То есть он не трясомный, он моносомный. И моносомный клон, ну, он в принципе не укладывается в ее фенотип. Это раз. Во-вторых, он расходится с первым заключением моих коллег. Это два. Это тоже очень странная ситуация, потому что 3Х и 1Х, ну, как-то спутать достаточно сложно. Вот. А при молекулярно-цитогенетическом анализе ситуация еще интереснее получается. Я у нее вижу и моносомный, и трясомный клон, ну, и мажорный, конечно, будет нормальный клон. Вот. Так вот, оба вместе, и моносомия, и трясомия, оба эти клона составляют примерно 13% о неоплоидеи, что, в общем-то, настораживает и, в принципе, дает нам толчок для дальнейших действий. А дальнейшими действиями было... Ну, куда же я нажимаю, что у меня не видно указки? Дальнейшими действиями было посмотреть, естественно, другую ткань, в первую очередь, бакальный эпителий, потому что он самый доступный, ну, самая доступная вторая ткань. И бакальный эпителий сразу изначально не показывает никаких анеоплоидей вообще. То есть там нормальные, стабильные два сигнала везде, от всех клеток, и искать больше, чем в 100 клетках в данном случае я не увидела никакого резона, потому что, ну, уже нет никакого мозаицизма, предполагающего диагноз. Вот. И ситуация продолжает быть интересной, и мы все-таки попытались докопаться до истины, и посмотреть, может быть, действительно, это будет изолированный тканевой мозаицизм, когда мы будем видеть мозаицизм только в клетках одной ткани, в данном случае в лимфоцитах, и не видеть другой. Эта ситуация может, ну, как бы не истинный мозаицизм, да, но она может напрягать женщину, потому что ведь от нас-то она уйдет дальше, и в любом случае исходы могут быть разные. Вот. Так вот, для того, чтобы проверить это, мы взяли снова кровь, новую порцию, не потому что у меня там не хватило, а для того, чтобы исключить какие-то ошибки культивирования. Вот. Новую порцию крови мы поставили на кратковременную культуру, 48-часовая культура, это стандартный метод культивирования для поиска, для диагностики мутагенных факторов. Вот. И там тоже растут хромосомы, мы их хорошо видим, для того, чтобы посмотреть, что мы будем видеть глазами, и что мы будем видеть на фише. И одновременно поставили некультивированные лимфоциты, и, как вы видите, и 48-й час, и некультивированные лимфоциты нам не дали никаких достоверных данных о том, что это мозаицизм. То есть, вот такой вот низкий процент, он допустим, и не дает нам возможности поставить диагноз, вернее, не дает нам оснований поставить диагноз, поэтому эта женщина ушла от нас нормальным кариотипом, мы ей не поставили мозаицизм. Отсюда вытекают, в общем-то, достаточно интересные и важные вопросы. Да, интересные и важные вопросы о важности интерпретации клинических результатов, которые делаются нами не просто так из головы, а которые в соответствии с определенными рекомендациями. Ну, прочитать вы их можете, и я хочу обратить просто ваше внимание, что в зарубежных рекомендациях 2,10% в лимфоцитах периферической крови мозаицизм не считается диагнозом, но только в том случае, естественно, что мы имеем дело, вот как вверху подчеркнуто, с возрастными женщинами без признаков синдрома Широшевского-Тернера. Но, опять же, здесь возникает много вопросов, потому что признаки синдрома Широшевского-Тернера очень вариабельны. И если Владислав Сергеевич Баранов с Татьяной Владимировной Кузнецовой нам говорят о том, что низкорослости аномалий репродуктивной системы являются единственными достоверными, остальные все вариабельны, то аномалии репродуктивной системы, они тоже вариабельны. И, например, в одну минуту не уложусь, поэтому буду очень быстро. Девочка, которая претендовала быть донором аоцитов, то есть мало того, что у нее самостоятельная минархия, у нее нормальные менструации, она еще и забеременела во время программы введения доноров аоцитов, но мы у нее продиагностировали 30-процентный мозаицизм в лимфоцитах и 15-процентный в букальном эпителии. Так мало этого, мама ее тоже оказалась низкопроцентным мозаиком. Почему мы говорим о мозаике, даже несмотря на то, что у нее низкопроцентный мозаицизм в лимфоцитах, у нее две ткани показали мозаицизм и 15-процентный в стабильной эпителии. Хотя мама имеет прекрасную репродуктивную историю, у нее двое самостоятельно рожденных детей от самостоятельных беременностей и никаких проблем у мамы не возникало. Ну и заканчивая все то, что я сказала, значит, выявление и вариантов гоносомного мозаицизма и, собственно говоря, изменений в системе гоносом нам помогают и в уточнении диагноза, и в изменении прогноза, и в изменении подходов к коррекции состояния. И основные выводы заключаются в том, что, во-первых, зачастую диагностика гоносомного мозаицизма выходит за рамки стандартного цитогенетического анализа, поэтому во многих случаях требовать изначально вот все-все-все, что я рассказала от врача цитогенетика, ну, невозможно. И при этом надо всегда помнить, что успешные результаты получаются только при совместной работе клинических врачей и лаборатории. И при терпении пациента дожидаясь своих результатов, потому что иначе ничего не получается. Благодарности в тем, с кем мы работаем, кто присылает мне интересных пациентов. Спасибо за внимание.